Скрипт Как же хочется невидимой встать однажды Скрипт, кто молчит в ночи и строит планы Смотрит с потолка и сжигает взглядом Настя, бросай! Выбрасывай! Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Сева, что за бомбочки? Где ты взял? Это я их изготовила и взрывала тоже я Граждане, подождите, подождите Это я все придумал Ребята ни при чем Так, давайте расходимся спокойно Я их классный руководитель Я обещаю во всем разобраться, хорошо? Пойдем, 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 пойдем Принал конкретно Это что такое? У меня выходной А мне вы в их возрасте 15 суток за меньшее давали Ну не было такого раньше Так, давайте рассказывайте Что произошло? Настя, Марина Ну? Так и будете молчать как партизаны? Вы ж только что во всем признавались Сева? Артем Андреевич Если честно, я Ничего не помню Все просто Мы были в состоянии аффекта Вследствие легкой контузии Контузии, понятно Я вот отсюда не уйду Пока не получу от вас нормального ответа Вы понимаете, что я за вас головой отвечаю? Да плохо спала всю ночь Жень, я уже не знаю, что делать Я и ругать ее не хочу И понимаю, что все это она мне назло делает Вот сейчас, чтобы со мной не разговаривать Убежала с местными ребятами во двор Самое интересное Она только вчера говорила Что терпеть их не может Погоди Галдеж какой-то в подъезде Пойду посмотрю Так, Настя Хотя бы ты мне можешь рассказать Что произошло? Извините Не могу Почему? Вы все равно мне не поверите Ну а ты попробуй Ну тогда я вынужден буду разговаривать с твоей мамой Здравствуйте Здравствуйте Настя, что случилось? Да, у нас тут небольшое происшествие случилось Опять происшествие? Угу Заходите к нам, будем разбираться Тонь Тоня Ты где? Ты куда пропала? Тоня Настя, ты что застыла? Заходи давай Настя, с тобой все нормально? Голова кружится? Все нормально Пойдем чай пить Так, подведем итоги Марина Ты изготовила бомбочки И решила их испытать Да, все так и было Технология мной давно отработана Угу И позвала с собой Настю Ну да, для видеофиксации испытаний Логично И на месте испытаний Совершенно случайно Оказались Сева и Саша Я ничего не путаю Оказались случайно Совершенно верно Абсолютно случайно Ну, естественно Вы решили остаться Чтобы посмотреть испытания Любопытство не порог Правда же? Правда В итоге вы услышали взрыв Испугались И все разбежались Я с детства боюсь громких звуков А я искала, что маме расскажет Есть на предупреждение А Сева и Настя Замешкались И остались Ну, не мог же и девушку бросить Ты у нас прямо рыцарь Всеволод Ну да То есть вы утверждаете, ребята Что никакой опасности Для вашего здоровья И жизни не было В связи с чем Просим вас Нас понять и простить Не говорите родителям Пожалуйста Ну, если родители Присутствующие здесь Не имеют претензий Да ладно Мы же всякое вытворяли В детстве Все целы и невредимы Хорошо Позиция родителей мне ясна Обвинения снимаются Ура Ура Только Прежде Обещайте мне, пожалуйста Что больше никогда Таких испытаний Вы проводить не будете Обещаю Никаких взрывов Больше никогда Числово Настя А я вообще пацифист Я вижу Ладно На этом собрание Я объявляю оконченным Все свободны Настюш Проводи ребят Артем Можно вас на минуточку? Да конечно С удовольствием Я вот еще тортика съем Марин, ты можешь шататься Да без проблем Мальчики, спасибо вам Что на моей стороне были Да не за что Ты нормальная девчонка Мы тебе больше никогда В обеду не дадим Сева, ты реально круто Сегодня бомбу обезвредил Да пень Сева Отлично среагировал Признаю Если честно Я сам не ожидал Получается Ты меня спас? От азогов точно Я чуть не родила Когда увидела Что у тебя бомба под ногами Спасибо, Сева Забыли обиды? Друзья Да не вопрос Я за Настин, друзья Мои друзья Коалиция увеличивается А Захар, Алена Ведь вам этого не простят Разберемся До встречи в школе Пока Пока Марина Пойдя ко мне в комнату Я тебе что-то очень странное расскажу Разговор будет конфиденциальным Конечно Ну в общем В таком Сложно признаваться Особенно практически Незнакомому человеку Я вас уверяю Не стесняйтесь Ничего Я Не такой уж и незнакомец Артем Я стала понимать Что перестала Справляться с воспитанием Взрослеющего ребенка Вы Про этот случай что ли Да ерунда какая Просто детские шалости Ну Не только в этом Все в комплексе С ней стало тяжело Находить общий язык Ну Я конечно извиняюсь Но Может Отец Как-то на это повлияет Мы здесь Чтобы избавиться От этого влияния Понимаю Вы знаете У нас в школе Есть достаточно Неплохой детский психолог Ну вот и подруга Мне говорит Что может быть К специалисту обратиться Вы тоже так считаете? Сходите к Нессе Давыдовне Она С детьми работает Со сложными семьями Я уверен Вас примет и поможет А можно Чтобы это как-то Не от меня исходило Может ее как-то вызовут Ну Давайте я позвоню Нессе Спасибо вам, Артем Да не за что Вы знаете У меня внезапно Часть закончилась Еще? Не откажусь А чего тут странного? Рассказывай Марин Ты же правда Веришь Что миров несколько? Ну да А ты зачем это спрашиваешь? А веришь, что Привидения существуют? Пришельцы из мира мертвых? Да Вполне возможно Такой пришелец Вернее пришельца Живет в этой квартире Капец Ты сейчас серьезно? Это из-за нее На меня стилаж упал Она постоянно сидит В этом шкафу Я всегда подозревала Что в этой квартире Есть что-то эдкое Я очень хочу посмотреть Давай откроем Только аккуратней Она в людей может вселиться Надо крестик на готове держать О, как круто будет Привет Ты ее не видишь Единорог сидит Какой единорог? Нет там ничего Есть Ты просто его не замечаешь Ты думаешь, я обманываю? Хорошая попытка Не спорю Тоня Докажи ей, что ты есть Не хочу Ага, пусть по комнате полетает У-у-у-у Привидение с моторчиком Я тебе не вру Она есть Это она с Захаром Дуэль устроила Я всю жизнь мечтала Увидеть настоящих пришельцев Других миров А ты Тупо меня развела Но я не виновата Что ты ее не видишь Всем пока Настя, я уже пойду Светлана Спасибо вам за угощение За приятную беседу Настя Хотел тебе сказать Чтобы ты не стеснялась Обращаться ко мне По любому Даже самому пустяковому поводу Да У меня все нормально Я просто знаю Насколько Сложно адаптироваться В чужом месте Сам через это проходил У меня папа военным был И я менял школу Буквально каждые два года Как интересно Папа военный Сын ученый Да Теперь учитель Что Не менее почетно Ну так что Знаете Помогу чем смогу Теперь у вас в этом городе Есть надежный друг За сим Позвольте откланяться Увидимся в школе Какой приятный Молодой человек Правда же Марин Марин ты где? Марин ты что в шкаф Залезла? Выточи меня отсюда Это она сделала Капец Сейчас развяжу Настя Что за дурацкие игры? Что за дурацкие игры? Извините Я очень боюсь Тут оставаться Марин Ты что? Ты куда? Настя Что происходит? Ты зачем ее обидела? Зачем вы вообще В бабушкины В вещи Залезли Скрип-скрип Надоело Папа-мама Не при делах Ты рисуешь мел Сударыш На крупных ногах Луна застыла Беглый ветер Не шумит Свечи в тишине Потухли Только тень В углу скрипит Скрип-скрип И под одеяло Мне так страшно Как же хочется Невидимаю Встать однажды Скрип-кто молчит Ночи И строит планы Смотрит с потолка И сжигает взглядом Скрип-скрип И под одеяло Мне так страшно Как же хочется Невидимаю Встать однажды Скрип-кто молчит Ночи И строит планы Смотрит с потолка И сжигает взглядом Продолжение следует... Продолжение следует...